Всем привет друзья! Сегодня очередное видео. Весна. Выходят раи. Все ловят раи. Естественно, сажают их и стараются увеличить пасеку. Как сделать отводки с раевой энергией? Вопрос. Сегодня я вам расскажу. Очень интересно. Это мысль. Это было записано еще в журналах. Я прочитывал. Итак, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте поставить спасибо. Это у вас семья. Семья имеет два корпуса. Второй корпус полной пчелы. На первом этаже расплод. На втором этаже у вас находятся медовые рамочки все. И много пчелы. Дело подходит к роению. И уже какая-то семья у вас отроилась. Отроилась. Вы поймали, засыпали. Ого! На четыре рамки. Рой первачок вышел на четыре рамки. Бывает больше, бывает меньше. Ну, на четыре рамки он вышел. Вы его поставили. И вот он у вас сидит, как на месте. В этот момент у вас есть возможность сделать хорошие отводки с роевой энергией. Поясню, почему отводки и с роевой энергией. Раи всегда имеют свойство приносить меда в несколько раз больше. Даже если слабый взяток. Они на это не обращают внимания. Усиленно работают. Что у них это происходит? У них много летной пчелы. Много молодой пчелы. И все могут трудиться. Тянуть вощину и прочее. Что вам и требовалось. Некоторые сажают раи полностью на вощину. Дают одну рамку с медом. И эта семья работает прекрасно. Мы же будем делать, сажать, делать. А не обижая эту семью. Почему не обижая? Когда мы заберем часть нелетной пчелы с этой семьи, с медовых рамок, с трусим, у нас образуется бессотовый пакет. Что делают по весне в основном многие пчеловоды. Продают бессотовые пакеты. Но мы делаем для себя. Или на продажу. Это не играет роли. Как хотите. Итак, вы смотрите. Рамки с медом, с пчелой. Окей, с медом, с пчелой. Достали одну рамочку сюда, поставили. Почему одну? Потому что у роя всегда есть мед в запасе. Чтобы начать стартовать, работать. Остальные рамочки, две или три, вы берете по очереди, струсиваете. Раз одну рамочку струсили. Раз вторую рамочку струсили. Третью рамочку струсили. Смотрите по количеству пчелы. Чтобы они обсиживали хорошо. Но если у вас тут много пчелы, можете четвертую струсить. Ну это достаточно. Там у вас снизу уже расплод печатный. Могут даже на роение семья пойти. То они всегда резервы подкинут наверх. У вас будет все нормально. Главное, чтобы у вас летная пчела осталась. Все зависит, медосбор зависит от летной пчелы. Если много летной пчелы, а внутриулевой меньше потребителей, то у вас будет хороший мед. Вы мед не потеряете. Все прекрасно. Отводочек сделали один. Подошли. Ставите другой ящик. Ставите другой отводочек. То же самое. Также поставили отводочек. Рамочку на другой ящик, как говорится. И так у вас вы можете сделать с другой семьи. То же самое. Открываете. И ставите тоже одну медовую. И струсиваете 4-5 рамок на ваше усмотрение. Все. Вы от каждой семьи ослабили, забрали внутриулевую пчелу. Она сможет, как говорится. Эта семья меньше потребляет, а больше приносит. Значит мед сохранится для вас. Что дальше делаете? Когда вы составили так парочку семей, вы берете две рамочки. Проверили, где тут маточка. Да, маточка старая вышла. Прекрасно. Берете вместе по одной рамочке. Берете одну рамочку. Ставите сюда. Вот. Другую рамочку ставите сюда. Но перед этим вы не забудьте добавить сюда, как говорится. Вы струсили сюда пустых рамочек. С вощиной можно поставить. С вощиной можно поставить. Не забудьте поставить сюда хотя бы парочку пустых рамочек. Если у вас есть соты, поставьте соты. Но вощину не забудьте обязательно. Потому что здесь у вас образуется безрасплодный отводок. Он у вас будет состоять две рамочки летной пчелы роевой. Она придаст энергию этому отводку. Рои, как правило, забывают свое гнездо. Тем более, вы поставили сюда с маткой. Этот роек. Есть такое правило, что даже опыты такие были. Что рой налетает на слабые отводки. Усиливает отводок. И этот рой дает энергию. Этот отводок работает как рой. Итак, вы две рамочки сюда поставили. У вас еще две рамочки осталось. Вот, вот с роевых. Вы сюда с другой семьи взяли, тоже струсили пчел. И доставили рамочек с вощиной. Все, пожалуйста. И у вас получился увеличенный рой. За счет чего? За счет нелетной пчелы отводка. Вот, четыре рамки пчелы. И еще две рамочки роевых. Это у вас прекрасный стартовый, так сказать, получился отводок с роевой пчелой. Которая усиливает энергию. Начинает сразу носить. Семья не болеет. Семья заставлена. Имеет медок. Рамочку меда. И семья сразу начинает строить вощину. Если там вы поставили матку, которая вышла, то сюда вы можете подсунуть матку в клеточки. Они ее запросто принимают. Меня часто спрашивают, где я покупаю пчеловодные вещи. То вы можете под видео, там есть три линка, кликнуть туда. Это мой, так сказать, сайт, где вы можете посмотреть. Я выставил, где я покупаю пчеловодные вещи. Я рекомендую качественную, дешевую продукцию, как для себя, так и для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь. До встречи.